МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А адвокат Игорь Глейдер объяснит тонкости юридической реформы. Резкие послания из Белого дома в адрес Нитиньяу. Что происходит в отношениях между США и Израилем на фоне социально-политического кризиса в связи с проведением судебной реформы? Узнаем у главы международной редакции 9 канала Дианы Тасунян. А также 9 ава в Израиле – национальный день траура еврейского народа, о котором расскажет раввин реформистской общины Даниэль Вьяфо Бениамин Минич. Все это в нашей программе прямо сейчас. На этой неделе Кнессет утвердил закон о дееспособности главы правительства и закон об ограничении принципа юридической несостоятельности, невзирая на массовые протесты противников реформы, призывы президента США Байдена остановиться и попытки министра обороны Юава Галланта смягчить пункты закона. В итоге недели мы подводим с политическим обозревателем издания Мари Иваны Раевой. Здравствуйте. Здравствуйте, Нова. Очень много говорилось о том, что в последний момент текст закона будет смягчен, однако мы видели, что этого не произошло. Ирина Влевина держал победу над всеми, включая Нитанияу? Ну, на самом деле, знаете, как обычно бывает, у Победовой очень много родителей, у Поражения обычно бывает сиротой, потому что никто не хочет взять на себя ответственность или возлагает ответственность на противоположную сторону. В случае с попытками несколько видоизменить в пользу смягчения, как это было сказано, текст закона у крайней неприемлемости, действительно, такие попытки были, и не то, чтобы они не удались только потому, что Ирина Влевина наложила вето. Дело в том, что у оппозиции была сложная ситуация. Во-первых, с одной стороны, было требование Иерлопиды, который, по сути, остался один, кстати, той силой, которая все еще ввела какие-то переговоры или какие-то попытки переговоров в последнюю минуту, его требование заморозить все остальные законы в рамках реформы, если будет проведен закон по соглашению, по согласованию, в этой мягкой, более мягкой интерпретации закона о крайней неприемлемости, все остальные законы должны быть заморожены на срок где-то от года до полутора. Для коалиции это требование оказалось совершенно неприемлемым, и то ли у них времени не хватило на попытку, так сказать, встретиться где-то посередине с этими сроками, поскольку коалиция хотела максимум дать 6 месяцев на дальнейшие попытки договориться, но, в общем, встретиться им где-то не удалось, я думаю, что просто потому, что не хватило времени, и на каком-то этапе действительно, так сказать, ястребы внутри коалиции, это не только Ирив Левин, это, например, Бенгавер, который тоже был абсолютно на его позициях, стукнули по столу, сказали, не о чем больше говорить, говорить не о чем, все эти попытки, это просто попытки оттянуть время, давайте проводить закон в том виде, в котором он... И тем не менее, все-таки сам Нитанияу понимает, что даже у тех, кто занимает сильные позиции сейчас в коалиции, как Левин, как Бенгавер, у них нет другой коалиции, и раскачивание лодки все равно ни к чему не приведет. Если бы Нитанияу действительно хотел, что называется, наложить вето и сказать, мы примем более мягкую версию, неужели его соратники бы развалили в данном случае коалицию? Ну, дело не в угрозе немедленного выхода из коалиции, например, да, тем более, если речь идет о Ириве Левине, то, собственно говоря, не очень понятно, чем бы он угрожал министра Зликуда. Дело несколько в другом. Дело в том, что Нитанияу ориентируется ведь не только, не столько на самого Ирива Левина, как, ну, понятно, он сильная фигура, и понятно, если, например, Ирива Левина будет угрожать своей отставкой в случае чего, а потом еще и реализует эту угрозу, понятно, что политически для Нитанияу это плохо. Дело все в том, что за Иривом Левином стоит довольно существенный лагерь, очень большая группа людей, то, что называется Бейс. Нитанияу может не посчитаться с каким-то политиком из своей партии, но до сих пор Нитанияу не был замечен в игнорировании Бейса. И если Нитанияу знает, что не показав спустя более чем полгода обещание провести реформу, не показав никакого результата и выйдя на каникулы, он действительно очень серьезно может... Проведение реформы в смягченном виде все-таки было бы результатом, с одной стороны, с другой стороны, он видит по опросам. Дело в том, что как бы не то, чтобы если бы немножко смягченной версии Латас Верут прошла, Бейс был бы недоволен. Здесь, я повторюсь, вопрос был только во времени, поскольку, как мы видим, такой обратный отчет был очень жесткий. Сессия заканчивается, заниматься законотворческой деятельностью на парламентских каникулах, по сути, это вещь совершенно невозможная, поэтому был дедлайн. Но если бы речь шла о середине каденции, о середине сессии КНЕС, то, разумеется, возможно, история выглядит не очень. Но эти попытки судорожных переговоров в последнюю секунду, когда не удается договориться, это, конечно, такая игра с очень непонятной перспективой. Поэтому, естественно, здесь никто не собирался отступать, замораживать каникулы в стадии переговоров. Сейчас мяч перейдет к богатцу, причем не только в этой сфере. Юридический советник правительства Гарыба Равмиара выступила с резкой критикой в адрес и закона о дееспособности премьер-министра, который был утвержден КНЕС там ранее, 23 марта. Она назвала это злоупотреблением полномочия КНЕС с целью улучшить юридическую ситуацию вокруг Нетаньяо. Также и закон о крайней юридической несостоятельности попадает в богатца. В данном случае богатца оказывается в очень непростой ситуации, в особенности с Илата Сверут. Богатца, да, в самом деле он в непростой ситуации. Я сразу хочу сказать, что в дальнейшем он может оказаться в еще более тяжелой ситуации. Потому что, с одной стороны, ну давайте, как бы, да, можно разделить между этими апелляциями, поскольку они имеют разные базы и, возможно, разные шансы на продвижение или не продвижение. Что касается апелляций, которые подали уже, да, их несколько в отношении закона Илата Сверут, свежего, только что проведенного, здесь у богатца действительно будет сложная дилемма, поскольку речь идет о поправке в основной закон, Хокки-Сот. Вот, как правило, богатца, ну, по крайней мере, как правило, это было до всей нынешней ситуации с реформой и протестами, не менял ничего, не вмешивался, не отменял Хокки-Сот, не отменял основные законы и поправки к ним. Это не принято делать, но в нынешней ситуации, что называется, бог весь. Да, очень трудно предположить, какие могут быть обстоятельства, поскольку понятно, что здесь юриспруденция и юридическая область, она не математически точна. То есть вопрос интерпретации судей, он, по сути, является во многих случаях решающим. С точки зрения судей, история с апелляцией против уже прошедшего, напомню, да, пару месяцев назад, закона о недееспособности премьер-министра, вы помните прекрасно, почему этот закон был тогда проведен. Нитаньяу, я полагаю, небезосновательно опасался, что на фоне протестов, на фоне всей этой истории может случиться ситуация, по которой его пытаются объявить недееспособным. И единственное, что может, как ему казалось, на справедливой помощи помочь, это очень четкое определение факторов недееспособности, прописанной в законе. Этого не было прежде. В данном случае вопрос даже не в том, примет ли богат позицию юридической советницы правительства, оппозицию абсолютно, скажем так, да, солидарную с теми, кто подавал апелляцию, и не солидарную с правительством. Вопрос, захочет ли богат в принципе принять к рассмотрению эту историю, да, потому что в Ликуде вообще призывают богат даже не начинать это дело. Ну, сам Нитаньяу призвал богат не вмешиваться. Это богат, да, и так далее, да. С точки зрения отношений Ликуда к коалиции Нитаньяу юридической советницы, это, я полагаю, еще один такой нюанс, еще один аспект этой общей ситуации, абсолютного полного недоверия, и понятно, что, опять-таки, да, в ситуации обычной, в ситуации стабильной, в которой мы не находимся, если есть полное отсутствие доверия к юридическим советникам правительства, этим правительствам, как правило, что называется, делают выводы. То есть не то чтобы увольняют, но вряд ли бы юридический советник остался бы добровольно сам. Но я полагаю, что здесь Галя Беаравмиара видит себя таким последним оплотом, да, вот тем самым человеком, который заделся воду в дамбе, которая проживает, да, поэтому я не вижу ситуации, при которой она увольняется добровольно, да, она уже этого не сделала, недоверие, она, в общем, давно там присутствует. С другой стороны, уволить ее, в принципе, с юридической точки зрения можно, но представить себе реакцию протеста, это помножить попытку увольнения Галанта, я полагаю, на слово, да, и это не обнимается. Любовь ненависть, я полагаю, мы будем видеть тут сюжетную линию и дальше. Анна Раева, Мариев, безусловно, вот вы затронули, кстати, тему недоверия, о недоверии мы еще будем говорить, поскольку мы слышим его и со стороны оппозиции, к которой сейчас звучат призывы снова вернуться к переговорам в преддверии следующей сессии, и в оппозиции говорят, а почему в этот раз мы должны вообще полагаться на подобные призывы, так что, видимо, тема недоверия будет подниматься еще в ближайшее время неоднократно. Анна Раева, Мариев, спасибо большое. Спасибо. Утвержденный к насытом закон об ограничении принципа крайней юридической несостоятельности, на который противники реформы ответили бурным протестом, породило целый ряд вопросов касательно сферы его применения, и мы решили задать часть из этих вопросов нашему следующему гостю, эксперту, адвокату Игорю Глидеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Речь идет о юридическом принципе, который Высший суд справедливости и суды по административным делам используют для осуществления судебного контроля над решениями различных органов, власти. Что теперь изменится и в каких сферах? Изменится в этом смысле практически все. Новая поправка, которая была принята к закону, собственно говоря, запрещает суду использовать инструменты приемлемости для оценки действий. До вступления в силу этого закона правительство, например, могло назначить кого угодно на определенную должность, и можно было против этого назначения подать апелляцию в суд. Например, самый простой пример, Арии Дерри, против которого выдвинули обвинение еще тогда, в далеком 93-м году, по-моему, была подана апелляция в Багат, что он не может быть министром, и его нужно уволить из правительства. При том, что премьер-министр не хотел этого делать, Верховный суд постановил, что это неприемлемо, это крайне неприемлемо, чтобы человек, против которого выдвинули уголовные обвинения, был министром. И премьер-министру пришлось уволить Арии Дерри тогда из правительства, это называется прецедент Дерри Пенхаси. Это один из инструментов. Есть и другие инструменты, которые все еще остаются в арсенале судей? Да, есть другие инструменты. Но вот вам мой другой пример, когда буквально два или три года назад Юлий Эйдельштейн, будучи председателем, спикером Кнессета, не соглашался созвать Кнессет для того, чтобы выбрать нового спикера вместо него. Снова обратились с этим делом в Багацци. Багацци просто потребовал убрать Эйдельштейна с его должности и созвать сессию Кнессета для того, чтобы можно было выбрать нового спикера. И сегодня закон, который говорит, что суд не будет иметь право пользоваться инструментом приемлемости для того, чтобы проверять качество решения о том, чтобы, например, не созывать ту иную комиссию или не пользоваться теми или иными полномочиями. Например, снова Ярив Левин сейчас в состоянии, в котором он хочет контролировать комиссию по выбору судей. Но так сложились выборы, что у него нет этого контроля на данный момент. Он просто не будет эту комиссию созывать. И таким образом вся наша система, которой объективно нужны новые судьи, просто не может работать. И новые судьи, и кандидаты в судьи, которые тоже сидят и ждут, кого-то выберут, кого-то не выберут. И судьи на местах, которым нужны новые коллеги, и адвокаты, и главная общественность, у которой дела разбираются невероятно долго по многим разным причинам, но в том числе из-за недостатка в количестве судей Ярив Левин может не созывать эту комиссию, не восполнять этот недостаток из своих политических соображений, только потому, что у него нет большинства в комиссии, он не сможет контролировать, кого же выберут. Игорь, ну вот сторонники реформы говорят, что 30 лет назад не было, не использовалось, и на самом деле это судебный активизм, который, если его ограничить, оно называет это ограничением, если его ограничить, то не то, что ничего плохого не произойдет, а наоборот, будет все намного менее субъективно. Они называют это субъективной позицией судей, которых не выбирал народ, которых назначили. Во-первых, все, конечно же, не черно-белое. И правильный ответ, мне кажется, следующий. Действительно, на протяжении очень-очень долгих лет, собственно говоря, с момента появления нашего государства и до сегодняшнего дня, наш законодатель, и это прежде всего проблема Кнессета и всех правительств, которые были, не дописал правила игры. Самое главное правило игры, которое не дописано, это отношение между Кнессетом и между судом, и между правительством как исполнительной ветвью власти, кто из них и на каких условиях и в каких ситуациях будет обладать правом последнего слова. Этот вопрос должен найти свое законное решение, и обязан быть закон, который это дело каким-то образом прописывает. До сих пор этого решения не находилось, и к нему как бы никто не стремился. Тот же самый Нитаньяу, который у власти уже очень много лет, никогда этим вопросом не занимался, и не занимался, потому что его все устраивало. В мутной воде отсутствие правил, работали какие-то договоренности, какие-то системы сдерживания противовесов, которые устоялись годами, которые всех устраивали. При этом мои профессионалы говорили все время, нам нужны правила игры, то, что происходит, это ненормально. И в ситуации, когда правил игры не существовало, еще снова повторюсь, это очень важно, правительство, правительство на протяжении долгих лет не хотели назначать эти правила игры, и Кнессет не проводил соответствующее законодательство. И вот в этой ситуации вакуума законов, недостатка законов, суд разработал другие концепции. И то, что Аарон Барак, будучи тоже на одну минуточку президентом Верховного Суда с самым длинным стажем, по-моему, 19 лет, он был президентом Верховного Суда, это невероятно долго, и тоже большой вопрос, нормально ли это, что человек 19 лет занимает. Это отдельный вопрос ограничения каденции, если мы сейчас в него углубимся, мы точно не закончим это интервью. Мы не будем углубляться, я просто пытаюсь сказать, что развивал свою теорию судебного активизма постепенно, в любой момент можно было это прекратить, в любой момент можно было написать новые правила, я уверен, что Верховный суд и все остальные судьи совершенно запросто эти правила бы выполняли. Но этого не происходило. Я хочу успеть задать еще один вопрос и коснуться еще одной темы, которая особенно важна для наших зрителей, чтобы мы ее успели. Может ли отмена принципа крайней юридической несостоятельности, неприемлемости, так же ее тоже называют, сказаться на правах репатриантов и урегулирования правового статуса в Израиле? Ну, прежде всего, начнем с того, что абсолютное большинство апелляций Верховный суд против Министерства внутренних дел построено на том самом принципе приемлемости и заявки о том, что решение, которое принимает министр внутренних дел, крайне неприемлемо. Я через себя пропустил очень много дел, в которых министр внутренних дел не принимал решения на протяжении очень долгих лет относительно конкретных людей. Понятно, что не он лично, а те чиновники, которым он делитировал свои полномочия. И в этот момент, когда решение не находилось, не принималось год или два или три, можно было обратиться в суд, и мы обращались в суд, и это срабатывало. И суд заставлял Министерство внутренних дел принять, наконец, решение обосновать свою позицию. И тогда оказывалось, что можно было дать людям их права уже давным-давным-давно, а не держать их между небом и землей, не принимая решения. То есть у этого инструмента было прямое влияние на жизни граждан, и сегодня у нас этот инструментарий, если этот закон вдруг случайно каким-то образом останется в живых, этот инструментарий невероятно пострадает. Это крайне опасная штука, но нужно помнить самое главное. Этот закон не имеет никакого отношения к желанию что-либо наладить или настроить в юридической системе Израиля. Это все направлено только на личные цели двух людей. Одного зовут Нетаньяу, другого зовут Дерри. Нетаньяу этот закон нужен для того, чтобы разделить должность юридического советника правительства на две, выделив отдельно должности генерального обвинителя. Дальше, благодаря этому закону, он назначит туда своего человека. Дальше этот самый человек отменит обвинения против Нетаньяу тем или иным образом, и все, что я сейчас произнес, будет абсолютно неподконтрольно решением. Это оспаривают противники реформы, которые утверждают, что это делается лишь для того, чтобы наконец-то сбалансировать взаимоотношения между КНЕСЭТом и судебной системой. Игорь Глейдер, адвокат, спасибо большое. Разговор тема сложная, разговор долгий, но я надеюсь, что мы попытались объяснить эту ситуацию нашим зрителям. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Послание Байдена в адрес Нетаньяу с предложением, требованием, просьбой остановить проведение реформы. Критика из Белого дома, где уже побывал герцог, но не приглашал Нетаньяу. Как повлияет утверждение первых законов реформы на отношения между США и Израилем? Диана Тасунян, глава отдела международных новостей 9 канала. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы некоторые уже забыли за последними событиями драматическими этой недели, что президент герцог отправился в Вашингтон, встречался с президентом Байденом. Давайте коротко подведем итоги этого визита. Ну, знаете, визит достаточно продуктивным был, скажем так, потому что встречался, да, действительно, герцог и с Байденом, и с вице-президентом Камалой Харрис, и с, кроме того, с Энтони Блинкиным, госсекретарем Соединенных Штатов Америки, еще и с Антонио Гутеррешем, значит, генесейком ООН. В общем, достаточно все плодотворно, и действительно, в очень таком комплементарном тоне все было сказано в адрес того же герцога лично и государства Израиль. Ну, и, естественно, говорили в первую очередь об Иране, как было заявлено, да, потому что все абсолютно делали комментарии именно по Ирану. Такая удобная тема, грубо говоря, оказалась Ирану, несмотря на то, что есть такие существенные... Белый слон в комнате. Да, существенные разногласия в этом вопросе, но тем не менее. И, естественно, говорилось еще и об этой нашей юридической реформе. Причем, на что я обратила внимание, вот эта вот приветственная речь Байдена, она как раз заключалась в том, что, да, мы никогда не допустим, чтобы Иран был ядерным и так далее и тому подобное. И герцог, который говорит, что его сердце сейчас в Израиле, потому что там вот сложности, потому что там юридическая реформа и потому что нужно делать все для того, чтобы достичь консенсуса. И вот это вот словосочетание, широкий консенсус, он бесконечно звучит сейчас во всех заявлениях и Белого дома, и Государственного департамента. Мы даже слышали заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что продолжаются переговоры между коалицией и оппозицией, хотя представители оппозиции говорят о том, что никаких переговоров сейчас не происходит. Это очень четкое послание не только господину Нитаньягу, это очень четкое послание и оппозиции тоже, потому что говорить сейчас о том, что мы никоим образом не сядем за стол переговоров, это неприемлемо для Соединенных Штатов Америки. Они еще надеются на то, что тот же герцог сможет сделать максимальное количество всего для того, чтобы усадить за стол переговоров две противоборствующие стороны, оппозицию в данном случае. В данной ситуации это будет сделать еще труднее после того, как именно был проведен этот закон, и как это выглядело в том числе и после его проведения, не говоря уже о селфи на фоне улыбающихся министров, на фоне происходящего снаружи КНЕСЭТа. Очевидно, герцогу это будет достаточно сложно. Да, достаточно сложно, но тем не менее, еще раз обращу ваше внимание на то, что вот это заявление Белого дома, о котором я говорю о широком консенсусе и переговорах, оно прозвучало уже после того, как был принят закон, и они все время говорят о том в Соединенных Штатах Америки, что не было широкого консенсуса, несмотря на то, что об этом просил, об этом упоминал президент Соединенных Штатов, и фактически это было минимальным большинством принят этот закон. Вот так они выражаются. Насколько действительно отношения между США и Израилем страдают, в том числе от того, что Неттаниел до сих пор не приглашен в Белый дом, при этом зимой Неттаниел собирается посещать Китай, который является, как мы знаем, достаточно красной тряпкой для США? Да, действительно красной тряпкой, но, с другой стороны, я не исключаю того, что Соединенные Штаты Америки будут заинтересованы в том, чтобы Израиль углубил отношения с Китаем именно для того, чтобы... Ну, я не хочу сейчас говорить о том, что будем засланным казачком, но, во всяком случае, какие-то определенные послания тоже могут передать. Тем более, что Энтони Блинкин встречался не так давно с господином Ван И. Это человек, который курирует внешнюю политику сейчас Китайской Народной Республики. Не так давно он был министром иностранных дел. То есть там не так все плохо. У них есть коммуникация. Как сказал Кирби в отношении Ирана, это представитель Совета Безопасности Соединенных Штатов Америки, они коммуницируют. Так вот, США тоже коммуницируют с Китаем. Причем, если с Ираном это происходит так шито-крыто, то с Китаем это происходит в открытую. Поэтому я все-таки не склонна думать, что это испортит отношение визита Нетаньягу с Соединенными Штатами в Америке. Отличие от продвижения реформы, у нас, к сожалению, сегодня мало времени на эту тему. В отношении продвижения реформы в Белом доме настроено достаточно решительно. Широкий консенсус или остановить? По крайней мере, это то, что передал Байден через герцога Нетаньяу. Будем следить за развитием событий. Диана Тасунян, спасибо большое. Еще буквально одна фраза. Дело в том, что буквально накануне Госдепартамент заявил о том, что никоим образом на военную помощь Соединенных Штатов Америки и Израилю эта ситуация не повлияет. Это очень важно. Это очень важный аспект, безусловно. Диана Тасунян, 9 канал, спасибо большое. Спасибо. 9 авгу, день разрушения 1 и 2 храмов, а также тяжелейших испытаний, выпавших на долю еврейского народа. В этом году проходит на фоне раскола в израильском обществе и массовых акций протеста против реформы, продвигаемой правительством. Чему учит нас история и чему мы никак не научимся, знает наш следующий гость Равен общины Даниэль Вьяфа. Бениамин Минич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, к сожалению, осталось немного времени. Вопросов было много, поэтому, пожалуй, самый главный актуальный вопрос на сегодняшний день. В том состоянии, в котором находится сейчас израильское общество, в свете реформы, по разным другим поводам, в свете предложений законопроектов уравнять в правах тех, кто изучает ТОРО, и тех, кто служит в армии обороны Израиля. Чему этот день должен нас научить? Вы знаете, я бы, наверное, предложил другую перспективу. Вы сказали, что 9 ава проходит на фоне, а на самом деле смотреть нужно наоборот. Это все, что происходит сегодня, вот в эти три недели между 17 тому, за днем, когда были пробиты стены Иерусалима, и 9 ава, когда был разрушен храм. Это фон для того, что происходит. И, к сожалению, и законопроекты о ценности изучения ТОРО, против которого, наверное, на уровне лозунга я бы и не выступал, потому что изучение ТОРО – это и правда наша национальная ценность. Только когда заходишь в подробности, понимаешь, что там просто чушь полная и вред, в первую очередь, для собственного изучения ТОРО как ценности. И принятие закона именно в эти дни, которые раскалывает общество еще больше – это те события, которые происходят на фоне этих дней. И это возвращает меня, конечно же, к попытке мудрецов достаточно успешной полторы тысячи лет назад, две тысячи лет назад превратить действительно 9 ава из дня одного события в день, который становится фоном, который становится поводом для того, чтобы подумать, как нам нужно вести себя правильно. И, к сожалению, слишком много людей именно в этот период даже не задумываются. Сегодня утром я проснулся и увидел петицию о том, что нужно обязательно устроить много-много вечеринок и ходить по ресторанам в канун 9 ава светскому населению Израиля. И я не могу понять, зачем. Да, зачем. Зачем углублять еще больше этот раскол? Инициаторы этого действия говорят о том, что если государство меняет договор в одностороннем порядке с ними, как гражданами, они хотят изменить свой собственный договор с государством, в данном случае скорее с его религиозным укладом. Это, по крайней мере, те объяснения, которые я видела этому шагу. Но 9 ава это не государственный день. И это даже день, который не принадлежит тем, кто пытается присвоить себе монополию на еврейскую религиозность, поступить так, праздновать в 9 ава, это согласиться с тем, что ультра-ортодоксы обладают монополией на самый правильный иудаизм, что, конечно же, не так. На самом деле у нас есть особенная возможность в этом году сказать, что иудаизм, он и наш тоже. Он всех, он всеобщий, он принадлежит всем нам. Никто не может каким-либо законом присвоить себе право на эту привилегию изучения Торы. Знаете, есть такая история об одном хасидском раввине, который был женат на дочери богатого бизнесмена, который сказал, что будет обеспечить его всем необходимым, чтобы он изучал Тор. Но в пятницу он оставлял изучение Тора и начинал готовиться к шабату, помогать жене готовить еду, убирать и так далее. Когда тесть ему сказал, ты чем занимаешься, я же могу заплатиться какому-нибудь местному нееврею, который сделал все равно за тебя. Он сказал, заповедь подготовки к шабату, я не уступлю никакому бою еще и заплатить ему за это деньги. У нас есть уникальная возможность. Мы находимся последние полгода в волне не только протеста, но и нового национального движения, которое не готово отказаться от государства Израиля. И было бы, на мой взгляд, очень-очень глупо отказаться и от традиции 9-го ава, потому что отказ от нее — это, собственно, согласие с противниками, с теми, кто говорит, что выходят на демонстрации только светские, их вообще не интересует удаизм. Нет, интересует. Интересует. И он наш. И было бы неправильно отказаться от него именно в этот момент, потому что это играет на руку только противникам. Безусловно, в этот момент, в этот именно исторический момент существует немало разногласий и, возможно, даже немало вопросов, которые задают себе сами граждане страны. Где они себя видят в этот момент, в какой позиции, и что они готовы, какие ценности они готовы выбирать и поддерживать. Бениамин Минич, спасибо большое. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике следите на страницах канала КНЕСЭТ в социальных сетях. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего наилучшего.